Не хотят больше отдыхать, хотят работать. Здравствуйте, вы смотрите программу Город С, с вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня директор Самарского академического театра драмы имени Горького Вячеслав Гвоздков, который расскажет нам о планах на грядущий сезон и о том, чем сейчас занимаются актеры, которые вышли на работу. Здравствуйте, Вячеслав Алексеевич. Здравствуйте, всем здравствуйте. Ну чем занимаются? Открылся, да, сезон? Давайте начнем с этого. Сезон откроется у нас 16 сентября, в субботу, а сейчас собрались, собралась труппа. Пока еще, как бы сказать так, смотрим, какие вводы делать, что, чего. Вот, пока основные репетиции не начались, все это после первого сентября. А вот 16 субботу мы открываем 167 сезон уже. Традиционно, пока получается премьерой Жанна. Жанной закрылся сезон предыдущий. Ну, это как мы... Закрытие это... Он тоже традиционно. Мы вот каждый раз стараемся предпремьерный спектакль сыграть в конце сезона. Ну, для того, чтобы слух пошел, потому что у нас в городе из устной информации, она больше, чем афиша. Поэтому в конце предпремьерные два спектакля уже что-то я сейчас чищу, что-то привожу в порядок. Вот 16-го, 17-го сыграем премьеру. И, как бы, самые опробированные спектакли, вот у меня есть с собой, значит, война, завтра была война, Васильева, детектор лжи, 19-го, странный мисс Севич, Амадеус, 21-го, и 22-го, шесть блюд из одной курицы. А затем у нас вот с 23-го числа, с 24-го, Волго-театральный фестиваль, который проводит наш «Союз театральных деятелей». Тоже там довольно интересная афиша. А вот с 1-го октября уже плотно начинаем работать и, значит, всех приглашаем смотреть наши спектакли и новые, и старые. И, естественно, мы уже начинаем плотные репетиции. Репетиций очень много. Какие нам премьеры-то грозят в этом сезоне? Грозят премьеры такие, что, значит, вот я должен до Нового года выпустить Алексея Толстого, «Косатка», ну, как бы и «Столетие», и «Наш земляк», и пьеса замечательная, это такая комедия о любви. Вот, пока не могу сказать, что получается, но что-то получается, пока не получается. Это я выпускаю. Гришко Валерьевич продолжает работу, он начал еще в прошлом сезоне «Лев зимой», вот, довольно известная по двум фильмам, Кончаловского и английскому фильму версия. Вот, это для юбилея Борисова, это уже будет премьера следующего года, в марте месяце у него юбилей, и вот, значит, к этому готовится. На малой сцене у нас будет такой экспериментальная работа, мы взяли двух молодых актеров, которые закончили институт нашей культуры или искусства, как он сейчас называется, я не знаю. Культура и искусства. Да, мальчик и девочка, они нам показали самостоятельную работу «Варшавская мелодия», и как-то нас удивили. И вот Валерий Викторович, значит, для малой сцены будет это готовить. Значит, потом, после моего выпуска, я уже намереваюсь во второй половине января, тоже начал еще в прошлом сезоне репетировать, пьесу Алексея Казанцева «Старый дом». Весной Сергей Грицай, уже известный по истории лошади. Возвращается к нам. Да, значит, мы собираемся сделать тоже такую музыкальную версию Александра Сергеевича Пушкина «Барышня-крестьянка». Ой, как интересно. Да, но я думаю, что это премьера не этого сезона. Вот. А так как, значит, я вот основной, да, игрок, им-то даю длинные пространства, у меня есть намерение, что в конце сезона, в конце июня, вот предпремьерные пару спектаклей, мы сыграем новую версию, новый перевод «Полет на гнездом кукушки». Даже так? Да. Эта версия, я ставил вообще когда-то левую версию, свою, это я первый в СССР поставил, когда в Ташкенте «Полет на гнездом кукушки». Прошло время, а сейчас моя дочь, вот, которая делала «Побег из Шевшенко», она сделала новый перевод пьесы, и мне кажется, что есть хорошие исполнители, и, значит... То есть исполнители будут уже тоже немножко другие, да, вот эта история... У нас же... Петр Львович ставил когда-то. Да, такие вещи, которые когда-то бывают, да, это же не заход в одну реку дважды, это же все равно другая история. Я поставил в 80-х годах. Петр Львович увидел мой спектакль в Киеве на гастролях, тут же кинул составить. Это все очень-очень давно. Вот вы какие, режиссеры. Дополнители другие, понимаете, сейчас даже уже и тогда, когда не было ни кинокизи повести, ни фильма, а потом, когда появился у меня внутренний спор, возник даже с замечательным актером, вот, который играл Макмерфи там. Джек Николсон. Да, Николсон. Вот, потому что, ну, у меня свое понимание, тем более теперь время прошло. Мне кажется, что история вечная, но во всякое время разная. Не знаю, что получится. Мне кажется, вам близки все равно такие вещи с таким мужским, наверное, характером внутренним, да, и с неким психодраматизмом. Ну, вообще-то, да. Считаюсь я мужским режиссером, да. Да и тема моя, видите, вот, и последняя моя премьера, вот, вернее, предпоследняя, Побег и Шушенко тоже такая мужская пьеса. И тоже тема «Право быть свободным», как бы это вот моя тема. Полковник Птицы оставил, да. Это вот как бы моя тема, и я от нее никак не могу уйти, потому что мне кажется, что это, в общем-то, ну, моя тема. Слушайте, ну, здорово, немало сейчас перечислили, в принципе. При этом мы еще, мы же всегда чего-то замешиваем, делаем. Я выпустил курс. С этого курса мы не всех. Мы взяли семь человек, еще вот двое из Института культуры, и взяли мальчика из Красноярска. У меня там педагоги позвонили. Вот есть мальчик. У нас потребность в мужчинах, потому что на курсе было больше женщин. Вот мальчики по дороге у меня три сбежали. Один поступил в Абхат после первого курса. Их как-то начинаешь хвалить, они сразу стремятся куда-то. Другой, значит, поступил Гриша Козлова в Петербург. Третий тоже куда-то там поступил, но он ушел после второго курса. В общем, короче говоря, потребность в мальчиках нужна, мы их берем. Вот. Кроме этого, вот мы на курсе еще замешивали такую тоже историю. Это Михаил Рощин. Роковая ошибка. Про молодежь сегодняшних мальчишек, девчонок. Вот уже затевали сделать. Вот я думаю, что мы как бы вот эту вот студийность продлим и будем делать эту молодежную историю. В планах у нас Аристофан. Я веду переговоры сейчас с несколькими режиссерами. Это Лесистрата, женский парламент. У нас очень много талантливых молодых девчонок. И женщин талантливых, актеров им всегда меньше достается. Вот решили такую женскую комедию ставить. В планах еще тоже Гришко разрабатывает с художником Орловым, и с Чередниковой. Опять же Пушкина. Но это уже идет речь о Руслане Людмиле. Да, это версия никогда в драматическом театре не игралась. Оперный вариант. Но вот она нас заинтересовала. Вы меня сейчас заинтриговали, да нельзя просто. Да, молодой Александр Сергеевич. Это же написано еще в лицее. Мальчики, период полового созревания. Девочек видели только через забор проходящими. Поэтому там она такая, Пушкин, он же хулиган. Но хулиган в положительном смысле слова. И вот там вот эта вот энергия любви, молодости, мне кажется, бушует, фантазии. Ну, не хочу сейчас заранее говорить, но вот такая вот фантазия на тему Пушкина в лицее. Вот что-то такое у нас. Хотим вот уже оригинальное что-то. Понимаете, современных пьес нет. Очень трудно выбрать. Вот у нас идет Сигарев, вот сейчас Пулинович. Современная пьеса нужна. Но где ее взять, если все, что пишут, извините меня за грубое слово, с дерьмом под носом, это не хочется зрителям. А вы много читаете сами? Ну, приходится читать. Честно вам скажу, даже многие пьесы не дочитываю. Так же, как сериалы. Понимаете, вот у нас такая великая литература, такая великая музыка, великая культура. Когда эти сериалы смотришь, думаешь, господи, хороший артист, как он этот текст вообще произносит? Как это можно? В слух вообще такие... Поэтому вот уклон классики, да, но не вот, не мухоморные варианты, да, а вот искать какие-то новые формы в старом, в великом, в художественном. Слушайте, хочу вернуться. Очень тоже интересная вот эта штука с Грицаем, который весной вернется, чтобы опять музыкальную историю ставить. Так успешно получилось с историей лошади, да, и золотая маска, и получили, и поехали, и фурор произвели. И настолько здорово. Но, зная Грицая, что очень требовательный он, и жесткий такой, и столько было репетиций именно с танцами физических, и так далее. Ну, это опять где-то, на год почти. Народ готов? Народ в курсе, что вы опять их в такую завернете? Это они вначале давали первые два месяца, боялись, что он их сломает, потому что хореография современная, очень тяжелая, это же не классика, а, так сказать, будем говорить, модерн танец, да, тяжело. Но сейчас уже они понимают этот кайф, они понимают. И потом, конечно же, он один из самых таких интересных балетмейстеров, плюс еще то, что он как бы и сам себя в режиссуре пробует, это уже интересно. Во всяком случае, хочется каких-то неожиданностей. Я стремился к молодому коллективу, я его получил. Вот выпустили уже за последние 12 лет три выпуска, практически, ну, где-то на 70 процентов. Труп пообновилось, все молодые, а теперь извольте... Их же теперь занимать где-то надо. Да, потому... И не важно, что вам уже не столько лет, сколько нам, да, но будьте добры, уделяйте внимание. Конечно, трудно нам двоим справляться. Ну, вот, допустим, Грицаи привлеченные. Сейчас я еще веду переговоры с Сережей Бызгу. Есть такой актер, режиссер в Петербурге, очень интересный, вот как раз по поводу Лисестраты. И режиссеров-то нет, которые могли бы удивить. Понимаете, потому что сегодня что смотришь, да, особенно Петербург, Москва, вот эти скандалы, да, как мой учитель Георгий Александрович говорил, говорит, талантливый человек, он пытается сделать события, а не очень талантливый, не хочется сказать, бездарь, он скандал. Скандал. Понимаете, вот не хочется скандалов. Не то время сейчас, да и не нужно. Да и не нужно. Понимаете, надо искать потрясения в других каких-то вещах. Но вы так вот сейчас говорите про удивление. У вас сейчас есть необходимость и самому удивиться, и, наверное, зрителю удивить. Вы чувствуете, что зритель тоже как-то хочет этого? Мы всегда хотим сделать открытие. Понимаете? Всегда. Всегда же. Вот посмотрите, да, у нас в репертуаре есть спектакли, которые, названия, которые нигде не идут. Вот. Это не потому, что мы хотим оригинальными быть, а потому, что мы все время в поиске. Потому что, ну, успешное оно и в советское время. Как посмотришь на афишу, как афиша кинотеатра во всех городах, если где-то пошла там, пока она умирала, вон она у нас идет, я ее поставил в начале своей жизни в этом театре, так она до сих пор, ну, правда, уже на новогодние праздники такой, рождественский спектакль играем, да. И вот, если у кого-то успех, это же слух сразу же разносится, и давай подряд во всех театрах ставить. И то же самое касалось современной пьесы. Если она где-то была опробирована, как в свое время мы ждали новых пьес розового появления, арбузового там, да, но это была драматургия, которую мы ждали. И тем не менее, да, и тот же Георгий Александрович в свое время сделал открытие с розовским «История лошади». Это никто никогда не ставил. Надо искать какие-то другие пространства, искать художественные открытия. Тем более молодые люди, они податливые, с ними легче работать, они зажигаются быстрее. Вот как-то так. У нас хороший репертуар. Опять же тоже, вот, «История» хорошо, «Шеушенко» хорошо идет, все остальные. Мы, фу-фу-фу, мы счастливый театр. У нас же спектакли идут десятилетиями. Есть лидеры. И обновляются актеры некоторые десятилетиями и продолжают играть. Да, да, да. Поэтому это только может столичный город похвалиться, что в репертуаре спектакль идет 15, а то и больше, до 20 лет. Это я в свое время помню, как приехал в БДТ к Георгий Александровичу. По-моему, кто-то. Феллини, по-моему. И когда он узнал, что спектакль «Мещане» идет 20 лет, он говорит, как это возможно? Для них это вообще непонятно, потому что у них вот цикл. Отыграли 50 спектаклей и сняли, и дальше ставят. А репертуарный театр – это привилегия нашего российского, российской культуры. Но это признак того, что город театральный. Вот я недавно делал отчет. 4,5% посещаемости театра – это в советское время считался очень хороший результат. 25 спектаклей – это идеальное время проката спектакля считалось. То есть он себя окупает и все такое. Когда там он дольше шел, это вообще уже редкие случаи были. Что сегодня получается? Я посчитал, наш театр за сезон обслуживает 17% населения зрителей. Вот так. Хороший процент. Это говорит о том, что город театральный. Может быть, нас любят, и слава богу. У нас сейчас очень поправились дела, потому что 16-й год был ужасный. Мы выпустили одну премьеру, считайте. Вот предыдущий. Жанну. Потому что последняя была история лошади. У нас не было финансирования. Я пошел к Николаю Ивановичу, за что ему спасибо. Нам дали грант, нам дали на постановке спектакли. Он услышал меня. И сегодня, я такой секрет открою, вот я посмотрел, первый за последние пять лет год, когда мы пошли в отпуск без единой копейки долга. Мы возвращались, у нас был семь, восемь, десять тысяч, миллионов долг. И мы их до Нового года занимались погашением. Поэтому вот сейчас мы уже можем спокойно работать. У нас задели три спектакля уже, проекты готовые, еще два в работе проекта. Поэтому уже на них есть деньги. Поэтому уже это можно спокойно. За что? Спасибо огромное, потому что, конечно, дерготня вот эта, да, где взять деньги, занять, хорошо с нами работают, и впрок фирмы. Это замечательно, да, но это очень. Я вообще человек, который ужасно не люблю. Я никогда в жизни не брал в банки никаких залогов. Это я вообще терпеть не могу. Когда нам не висит какая-то ответственность, это не потому, что мне денег хватает. Я так же, как все тоже, иногда чего-то не хватает, да, но лучше переждать, лучше, ну, на свои. Потому что берешь чужие, отдаешь свои. Это же страшная история. Так что вот фу-фу-фу. Вот наличие молодежи, любовь зрителя к ним, я надеюсь, она не изменится. Хотя я понимаю, что сейчас финансовая составляющая в семьях тоже не последний вопрос. И тем не менее, это, как говорится, и в войну в театр все равно ходили, да, потому что душа-то требует. Хочу вот какой момент затронуть. Получили маску, получили маску, но каждый год же приезжают жюри, отсматривают какие-то новые спектакли. В этом году подаемся мы на что-то, то есть... Вы знаете, какая история? Вот Жанна, может быть, мы подадим, потому что там просто потрясающие актерские работы. Вот Виктор Мирный, просто блестящая работа. Конечно, Елена Александровна Лазарева, на которую ставился этот спектакль. Денис Евневич, любимец, так сказать, публики. Да и остальные девчонки. Вообще, мне кажется, актерский проработан очень хорошо спектакль. Я имею право хвалить, потому что актерскую часть сделала приглашенный режиссер. К сожалению, мы с нею в идеологии спектакля разошлись, и мне пришлось самому включаться в плане, так сказать, выпуска спектакля. Но она актерскую часть сделала блестяще. Блестяще. Она, ну, извините, год работала практически. 1 октября она где-то начала, и вот предпремьерный показ был... До июня. 29-30 июня. И сейчас вот премьера состоится, извините, в сентябре, считай, год. Но это нормально. Мне кажется, что это для серьезного театра это нормальная работа. Не вот этот... Мы прошли тот этап, когда за два с половиной, за полтора месяца делали спектакль, приглашали режиссеров, они получали деньги, уезжали, потом эту хворобу нам приходилось расхлебывать. Нет. Сейчас вот театр-студия, да, хотя мы академический, прославленный, орденоносный, это самый верный путь живого театра. Я бы так сказал. Три минуты до конца у нас, не могу не спросить. Каждый год виснет этот вопрос с реконструкцией театра, с какими-то идеями летнего театра и так далее. Мы передоговорились. Я понимаю, что сейчас не та финансовая ситуация у нас грядет. Грядет. Да, в следующем году, видите, вон весь город перекопали. Но, тем не менее, вроде бы двинулась. Я не знаю, как. Дело в том, что у нас самое страшное то, что если нас закроют на реконструкцию, нам негде жить. В свое время я предлагал старый тюз, но отдали куклам, и я счастлив, потому что это территориально почти рядом, мы молодцы, это первые детские театры, слава богу. Но я же не угомонный. Я тут же вспомнил про то, что в Струковском саду есть летний сад. И вот это сейчас разошлось. Пишут нам, а что, мы в пальто там будем сидеть? Ну, глупость. Место. Там достаточно хорошее по квадратным метрам место. И вообще есть традиция, вот в Питере, допустим, в Измайловском, молодежный театр на месте бывшего летнего театра Синебрюхова построили. Ну, я не знаю еще. Ну, в Москве театр Моссовета в сквере, в парке стоит. В Москве же театр Измайловский сад, там, я не знаю, там какой-то. Ну, во всяком случае, это возможно. Так это перестраивать? Просто сейчас, коротко, две минуты. Это на этом месте уничтожается театр. Старый вот этот, это сарай. Ну, для танцев там, эстрада. И выстраивается. И на этом месте строится новое здание, в которое мы перейдем, а тогда после этого делают реконструкцию театра. Потому что построить новое здание дешевле намного, быстрее намного, чем реконструировать памятник архитектуры истории, тем более такой красивый, который не ремонтировался, то есть реконструкции не было 50 лет. На то и на то, слава богу, у меня есть опыт, так у меня сложилось, что куда я не приходил, везде надо было что-то реконструировать, перестраивать. Поэтому технические задания я сам лично написал и на новое здание в Струковском саду. Это филиал театра будет. А и на реконструкцию старого исторического здания. Понимаете, у нас уже и спектаклей много. Вот если я вам скажу, если у нас в репертуаре, извините меня, 30 спектаклей, а еще 30, которые могли бы идти, лежат в сарае в Запонском, да и потом вообще... Ну, смотрите, в Амхате есть два здания, Додин сейчас себе второе здание строит, я не знаю, Маяковка, два здания, но это нормально, нормально, театр вырастает. У нас за все советское время первый раз, вот, дай бог, за 20 лет, наконец, закончат строительство нового здания Самарта, театра Тюза. Ни одного театра не было построено, все остальные приспособленные. Посмотрите, даже наш оперный театр, это бывший дворец съездов коммунистической партии Самарской области. Спасибо вам огромное, что пришли, время, к сожалению, наше закончилось, я желаю удачи, очень надеюсь, что этот проект, который вы разработали, написали, увидит все-таки свет, у нас может два здания появится. Да, молодежная часть, как в Амхате, есть табакерка, и взрослая, и взрослый театр, и для тех, кто постарше, более академический, а тут вот там можно экспериментировать. до следующей пятницы, проведите выходные, используясь, с удовольствием, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин